Сегодня седьмой день шатдауна. При остановке работы правительства так или иначе коснулось почти 800 тысяч человек. Это четверть всех госслужащих в стране. Часть работников отправлена по домам в неоплачиваемый отпуск. Кто-то работает без зарплаты. Деньги будут выплачены только после того, как будет утвержден новый бюджет. Но произойдет это, судя по всему, лишь в следующем году. 3 января собирается на свое первое заседание новый состав Палаты представителей. Контролировать ее, напомню, теперь будут демократы. У партии есть три проекта нового бюджета. И ни в одном из них нет ни цента на строительство стены на границе с Мексикой. Уступать, судя по всему, не собираются ни демократы, ни Дональд Трамп. Хозяин Белого дома накануне пообещал, что если демократы не позволят выделить 5 миллиардов долларов на строительство стены, то граница будет закрыта полностью. Мы будем вынуждены полностью закрыть южную границу, если демократы и обструкционисты не дадут нам денег на завершение стены, а также не изменят нелепые иммиграционные законы, которыми обременена наша страна. Трудно поверить в то, что когда-то это было одобрено Конгрессом и президентом. США теряют слишком много денег на торговле с Мексикой в рамках нафта. Свыше 75 миллиардов долларов в год. Не считая денег от торговли наркотиками, что во много раз больше. Мы либо строим стену, либо закрываем южную границу. Только из-за 5 миллиардов на стену зашел в тупик. Ведь даже если демократы в новом составе политопредставителей воспользуются своим большинством и утвердят бюджет без финансирования стены, то Дональд Трамп, очевидно, просто откажется его подписывать. Так уже было. Обсудим этот кризис с журналистом Марией Гордон. Она присоединяется к нам в прямой эфире. Мария, приветствую. Здравствуйте, Денис. С наступающим вас. Спасибо вас также. С наступающим. Но прежде всего, мы уже неделю обсуждаем шатдаун. И готовились к нему, обсуждали прогнозы. Да, понятно, что не работает часть государственных учреждений. Сотни тысяч человек либо отпущены по домам, либо работают, но без зарплаты. Но так или иначе, рядовых американцев, нас с вами, как это касается? Вот этот шатдаун, как он на нас отражается? На нас с вами конкретно он никак не отражается. Вообще, я просто хочу напомнить нашим телезрителям за пределами США. В Америке 300 с чем-то миллионов человек. И из них чуть больше миллиона работает на госработе. Причем госработа, то есть 15 министерств американского правительства, из них шатдаун затронул только 9. Ну и поговорим о них конкретно. Это может звучать и выглядеть со стороны, как необычное и грандиозное явление. Но на самом деле, я уже много лет за этим наблюдаю и много шатдаунов видела, это всего лишь одно из средств политической борьбы. И ничего в нем особенно характерного для нашего времени нет. Характерен, конечно, предлог. А именно стена на южной границе США, за которую Мексика почему-то так и не заплатила. Но это только предлог для свары. Теперь о печальной участи госработников. Отмечу, что получка, датированная 28 числом, то есть сегодняшним днем, федеральным работникам выдано полностью, поскольку расчетный период начался до начала шатдауна. Под угрозой, на самом деле, сейчас получка за 11 января. Ну а до этого многое может измениться. Вообще, тут, кстати, Денис, читаю в Bloomberg News, что люди вынуждены, ужас-ужас, возвращать в магазин рождественские подарки, потому что им не хватает денег заплатить за квартиру. Но давайте посмотрим, вот подумаем, мы с вами оба взрослые люди. Если между вами и квартплатой находится только цена рождественского подарка, то ни о каких подарках речь, конечно, не идет. Хочется напомнить, что государственная работа, служба царская государская в США, это очень хорошая штука, и она хороша именно стабильностью. Я ведь на частной работе служила всю жизнь, и столько раз оставалась без зарплаты, что у вас пальцев на руках и ногах, не хватит, чтобы это перечислить. Вот, и это все были непредсказуемые события. А если вы представьте себя на госслужбе, с кучей, кстати говоря, льгот, в том числе монетарных, и у вас на случай шатдауна ни копеечки не отложено, ну тогда, может быть, это повод хорошо задуматься вообще о своем образе жизни. Это пункт первый. Пункт второй. Такие государственные учреждения, как Министерство обороны или Министерство здравоохранения, в игре не участвуют. Они профинансированы с ног до головы. То есть в случае чумы или войны все службы сработают. Ну и пункт третий. Так уже я сейчас закончу. Нэнси Пелосис, которой республиканцы уже много лет лепят злой колдунью, уже сказала, что 3 января, когда демократическое большинство официально приступит к работе в Палате представителей, они проведут биль о временном снабжении государственных органов. То есть я не думаю, что этот биль кто-то не подпишет. И они будут снабжаться деньгами до той поры, пока не разберутся. То есть вообще-то, говоря, подарки можно и не возвращать. А злая колдунья Пелоси или нет, вы судите сами. Потому что поставьте себя на ее место. Если менее чем через неделю ваша партия приходит к власти, какой вам смысл идти на уступки? Ведь это политика вообще-то, а не институт благородных девиц. Но ведь Дональд Трамп, понятно, что демократы берут под контроль Палату представителей уже на следующей неделе, когда открывается новая сессия Палаты представителей. Но Дональд Трамп, судя по всему, не собирается уступать. То есть вот здесь появляется такая точка, когда никто не собирается сдаваться. Дональд Трамп говорит о том, что он готов даже закрыть границу полностью. Но тут интересна вообще логика хозяина Белого дома. Потому что, с одной стороны, он говорит, посмотрите, у нас есть пробелы на границе. То есть есть какие-то участки, которые полностью практически не контролируются. Через которые вот эти вот нелегальные беженцы, нелегальные мигранты из всех стран Центральной Америки через Мексику идут и переходят через эту прозрачную границу, попадают в Америку. Хорошо, допустим, Дональд Трамп принимает это решение и закрывает границу. Но что это значит? Это значит, что у нас закроются вот такие официальные пункты пропуска, через которые, собственно, нелегал это и не проходит. А вот эта прозрачная граница, она как была, так и будет. То есть, получается, Дональд Трамп таким образом, опять же, накажет сам себя. Потому что цифры торгового оборота между Мексикой и Соединенными Штатами, которые идут через вот эти официальные пункты пропуска, это цифра, которая измеряется в 500 миллиардов долларов ежегодно. То есть, Дональд Трамп, получается, пытается всеми силами, даже если это экономически невыгодно, пытается добиться того, чтобы построить эту стену, даже если это будет в ущерб экономическим интересам страны. Так ему даже и стена не важна. Обратите внимание, он ведь словом своим, как Зевс, там какой-нибудь Юпитер, собирается закрыть границу. И, конечно же, не на год, я думаю, не на день. Ну, может быть, на день там что-нибудь и случится. Но, вообще-то говоря, это все только слова. И на них, я думаю, даже не стоит обращать внимания. То есть, сейчас идет такая вот просто политическая полемика. Вообще-то говоря, люди даже, по-моему, понимают, что это все, в общем-то, в основном сотрясение воздуха. Народ-то не дурак. Вот последний опрос в журнале Ньюс Вик, я сегодня посмотрела, говорит о том, что подавляющее большинство опрошенных американцев, включая республиканцев и всех людей прочих, и вот они считают, что эти деньги, вот эти вот 5 миллиардов зеленых долларов, которых-то не сошлись-то на них, их можно потратить гораздо лучше на образование, медицину, ой, дороги, мосты, водопроводы, студенческие долги, детские больницы, возобновляемую энергию. В общем, давайте список до бесконечности можно продолжать. И только 19% американцев хочет потратить деньги на стену от гондуранских злодеев. И я хочу еще, Денис, напомнить, что злодеи, которые действительно принесли ощутимый вред Америке, вспомним про 19 угольщиков самолетов 11 сентября 2001 года, вот эти злодеи попали в Америку, во-первых, не из Гондураса и не через южную границу, а приземлились в аэропорту Кеннеди с визой в кармане, как мы с вами. Вот и поэтому вот эти все слова, ну, я не знаю, может быть там еще, можно какие хочешь прогнозы говорить на эту тему, и я, к сожалению, не владею искусством вот этого карточного гадания на картах, потому что это точно такой же способ угадать, что будет, как и все остальные. Ну вот я сегодня читал тоже мнение аналитиков, которые обсуждали, как же все-таки разрешится вот этот вот спор между Трампом и демократами, да, и вот часть из них говорит о том, что, в принципе, демократам сейчас нет смысла уступать Дональду Трампу в чем-то, потому что сейчас все уже интересы, все, кто так или иначе связан с политикой, особенно демократы, да, в Конгрессе особенно, особенно на Капиталистском холме, они все уже думают об избирательной кампании следующей, и вот они думают о том, как это отразится уже на следующей избирательной кампании, в том числе 2020 года и так далее. То есть сейчас надежд, в принципе, нет на то, что кто-то вдруг решит уступить, и Дональд Трамп не собирается уступать, просто так отдавать свою главную предвыборную, главной пункцией предвыборной программы, да, вот эту стену, и демократы, в принципе, не собираются уступать, потому что это такой их козырь, защита интересов страны и так далее. То есть какой же здесь может быть выход, получается? Ну вот я хочу сказать, что вот те же демократы, как их Трамп очень презрительно называет, Чак и Нэнси, что в себе, да, Чак и Нэнси, это Чак Шумер и Нэнси Пилоси, напоминаю. Вот они, вот эти Чак и Нэнси, они же не самоубийцы, они старые политические животные, особенно Нэнси, которой вот-вот исполнится 158 лет, вот, и они прекрасно понимают, что главное, надо выторговать себе политические барыши, барыши, но при том, чтобы все могли сохранить лицо. Вы же, они же прекрасно знают, Денис, что им придется еще годы работать вместе и переизбираться, и это все будет плохо выглядеть, если они упрутся до такой степени, что у страны будут проблемы. И вот сейчас, на самом деле, идет под столом такая вот торговля и борьба, в основном, семантического характера, то есть, там, забор это назвать, не забор, стена, не стена. То есть, надо на чем-то договориться, но чтобы все были и сыты, и целы. То есть, демократы, я думаю, но это так уже, я не хочу делать каких-то таких ответственных предсказаний, но мне кажется, что в конце концов они согласятся заплатить за какие-нибудь там фортификации, которые президент у себя в Твиттере сможет назвать стеной. И вот этим-то дело и кончится. Вот мне, Денис, знаете, вот мне досадно одно, что в этот момент людьми руководит не горячая любовь к Отечеству, а гораздо более низменные чувства. Ну вот, мне так кажется, во всяком случае. Ну, будем ждать, все-таки, до чего договорятся демократы, да, и Дональд Трамп. И здесь стоит отметить, что все это происходит, конечно, в разгар рождественских праздников, рождественских каникул, когда многие американцы уехали отдыхать и проводят время наверняка вдали от средств массовой информации. И вот эти вот политические очки, которые и та, и другая сторона себя пытается сейчас набрать, конечно, пройдут, может быть, мимо тех людей, для которых все это дело рассчитано. Спасибо большое. Мария Гордон была у нас на прямой связи. Мы обсуждали... Спасибо. Всех с праздниками. С наступающим. Мария Гордон, мы обсуждали седьмой день шатдауна, который происходит в Соединенных Штатах. Мы сейчас прервемся на пару минут, а затем продолжим сквозной эфир на RTVI.